Здравствуйте! Эфир продолжает программа события в студии Михаила Ермоленко. Я и мои коллеги расскажем главные новости Самары. Итак, коротко о некоторых из них. Сначала обработали дороги и тротуары противогололедными реагентами, затем провели механизированную и ручную уборки. Прошедшие сутки на улице города для борьбы с наледью вышли 257 уборщиков и 229 единиц спецтехники. Тенденция к снижению. Самара выходит на долгожданное плато по заболеваемости новой коронавирусной инфекцией. Обновленная статистика с заседания городского оперштаба по борьбе с COVID-19. Центробанк рассчитывает вернуть инфляцию в России к целевому показателю в 4% к концу 2022 года. Как это возможно сделать? Работы по ликвидации наледи в Самаре велись в круглосуточном режиме. В прошедшие сутки ночью и днем на улицы города вышли 257 уборщиков и 229 единиц спецтехники. Основные усилия специалисты направили на обработку дорог и тротуаров противогололедными реагентами, после чего провели механизированную и ручную уборки. Все профильные службы направлены на своевременное и качественное содержание городских пространств, исходя из зон ответственности. Такие погодные условия сохранятся и в ближайшие несколько дней, отметила глава города Елена Лапушкина. Мы максимально создаем условия, вывели абсолютно всех сотрудников муниципального предприятия полугоустройства, наши другие муниципальные учреждения, районные администрации, внутригородских районов, чтобы управляющие компании, чтобы навели порядок на территории, чтобы максимально посыпали реагентами. Но тем не менее, вы видите, что идет дождь, ветер сразу идет на мерзание, сразу идет обледеление. Поэтому, конечно, мы будем эти четыре дня в круглосуточном режиме работать. Но прошу очень тоже быть внимательны, аккуратны и обращать внимание на погоду. За сутки в Самарской области зафиксировали еще 904 случаи заболевания новой коронавирусной инфекцией. Общее число заболевших в регионе – 180 734. Такие данные в среду 1 декабря опубликовали на сайте stopcoronavirus.rf. За последние сутки выздоровели 675 пациентов. Всего с начала пандемии из больниц выписались 131 031 человек. Тенденция к снижению. Число заболевших новой коронавирусной инфекцией в Самаре существенно сократилось. Об этом сообщили на заседании городского оперштаба по борьбе с COVID-19, которое прошло под председательством главы Самары Елены Лапушкиной. В мэрии обсудили несколько вопросов, связанных с жизнью города в период пандемии, особо акцентировав внимание на вакцинации людей старшего поколения и разблокировке транспортных карт. Обновленной статистикой, которую озвучили на заседании, готова поделиться Ольга Павлова. Уверена утверждать, что Самара вышла на долгожданное плато пока рано, но тенденция к снижению заболеваемости новой коронавирусной инфекции очевидна. Если на позапрошлой неделе количество заболевших составляло 4797 человек, то на прошлой их число снизилось ровно в полтора раза и достигло 2297. Таким образом, интенсивный показатель заболеваемости сократился на 36,2%. Улучшить статистику во многом помогли временные ограничения, которые вводились в Самаре в конце октября-начале ноября. Положительный пример – работа общеобразовательных учреждений, когда классы разделили на обучение очников и тех, кто занимался дистанционно. Я хочу ответить, что все равно тот уровень заболеваемости, который мы видим сейчас, он ниже, чем был на тот период, когда мы ушли на дистанцию. В числе приоритетных задач по-прежнему вакцинация населения, особенно граждан старше 60 лет. С работающими пенсионерами, отмечают в мэрии, проще. Они охотно делают прививки по требованию работодателя, чтобы обезопасить себя, окружающих и избежать кадровых проблем. С нетрудоустроенными людьми преклонного возраста сложнее. Некоторые из них отказываются вакцинироваться. Причина, полагает в администрации Самары, связана с недостаточной информированностью граждан о процедуре. На заседании Оперштаба принято решение привлечь к работе над данным вопросом все существующие общественные организации, включая Совет ветеранов и общество инвалидов. Они должны будут провести беседы с антипрививочниками, и если потребуется, пригласить для детального разъяснения вопросов работников медицины. Очень хочется, чтобы наши люди серебряного возраста перестали доверять непроверенной информации, а верили врачам, как это делали они всю свою жизнь. Чтобы они понимали, что это спасает, что единственная возможность сейчас забыть об этой пандемии – это, конечно, максимальная вакцинация людей. В том числе и в первую очередь людей старше 60 лет. Уже вакцинированные граждане старше 60 лет могут рассчитывать на разблокировку транспортных карт. В настоящее время 8429 из них уже разблокированы. Как правило, на это уходят сутки. Вначале данные обрабатываются, поступают в Минздрав, после чего загружаются на госуслуги. Небольшие задержки по разблокировке социальных карт могут быть связаны с перегрузкой сервера в базы данных или человеческим фактором, к примеру, ошибкой в документах. Если у человека есть допущена, как даже здесь была такая ситуация, там просто ошибка в одной букве или в двух буквах, в фамилии или в отчестве, то мы идем на то, чтобы эти транспортные карты разблокировать. В мэрии напоминают, в Самаре продолжают действовать ограничительные меры в период пандемии коронавирусной инфекции. Рейды проводят на объектах потребительского рынка, социальной сферы, транспорте. Ведут ежедневный контроль за амбулаторными больными, нарушительным постановлением губернатора и требования регионального Роспотребнодзора грозят штрафы. Ольга Павлова, Николай Епифанов, События. В Самарской области продолжается прививочная кампания от гриппа. Медики отмечают, что в этом году количество пациентов, желающих обезопасить себя от сезонного вируса, выше обычного. Мэрия Лчан расскажет о том, как проходит вакцинация в 4-й городской поликлинике. Галине Ивановой 60 лет. Сегодня она решила привиться от гриппа, чтобы защитить как себя, так и близких. Говорит, прививку делает каждый год. Также женщина уже прошла вакцинацию от коронавируса и сейчас чувствует себя в безопасности. Очень много причин, потому что тут и коронавирус идет, тут и, если наслоится еще и ОРВИ, то, в общем-то, последствия очень серьезные. Поэтому я всех призываю, чтобы пошли и сделали. Проблем никаких нет в этом плане. Люди старшего возраста входят в группу риска по заболеванию. Поэтому им медики рекомендуют прививаться в первую очередь. В противном случае болезнь может протекать с осложнениями. Например, перейдет в бронхит или пневмонию. По словам врачей, желающих сделать прививку от гриппа, сейчас стало больше. Потому что на носу сезон гриппа, и болеть не хочет никто. Поэтому обзваниваем людей, приглашаем. Сами приходят, видят рекламу в средствах массовой информации. Поэтому довольно активно приходят на прививки. С начала этого года в 4-й поликлинике Самары было сделано более 40 тысяч прививок от коронавируса. И свыше 14 тысяч пациентов привили от гриппа. По рекомендации врачей, прививку от гриппа и ковида можно сделать в один день. Мэри Елчан, События. Эфир продолжит новости экономики. С ними в студии Светлана Кудрявцева. Светлана, вам слово. Здравствуйте, Михаил и уважаемые телезрители. В следующем году россияне смогут получить налоговый вычет за занятия спортом. Как много организаций попали в утвержденный министерством перечень? В реестр внесли более 3800 организаций ИИП. Но об этом чуть позже. Сейчас об успехах российской экономики. Рост ВВП России по итогам года составит 4,3%, предсказывает Всемирный банк в своем новом докладе. При этом успехи российской экономики оцениваются более оптимистично, чем ранее. Согласно майскому прогнозу ожидалось, что рост ВВП по итогам года составит 3,2%. К середине года экономическая активность в России превысила до пандемийный пик 2019-го. По данным Всемирного банка, во втором квартале этого года рост ВВП ускорился. По мнению аналитиков, улучшение показателей прежде всего связано с резким подъемом потребительского спроса. Наиболее активно росту экономики способствовали сектор услуг, розничная торговля и транспортная отрасль. Центробанк рассчитывает вернуть инфляцию в России к целевому показателю в 4% к концу следующего года. Об этом заявила глава Банка России Эльвира Набиулина. По ее словам, уровень инфляции в стране, превысивший цель в два раза, сильно беспокоит ведомство. Если не изменить ожидания людей, экономика окажется в инфляционной спирали, которую уже нельзя будет остановить. Напомню, 22 октября Центробанк повысил ключевую ставку в шестой раз подряд до 7,5% годовых, отметив, что ситуация с инфляцией представляет потенциальную опасность. А 17 декабря пройдет еще одно заседание по базовой ставке. Ее могут снова поднять вплоть до 8,5%. В следующем году россияне смогут впервые получить налоговый вычет затраты на занятия фитнесом. Министерство спорта России утвердило перечень организаций и индивидуальных предпринимателей, за чьи услуги потребители смогут получить налог. В реестре 3836 компаний и ИП разных регионов России в списки не подала только Брянская область. В перечень вошли крупнейшие сети фитнес-клубов. Налоговый вычет будет применяться к суммам, потраченным с 1 января 2022 года. Его можно будет получить не только на себя, но и на детей до 18 лет. Максимальная сумма, с которой можно получить вычет – 120 тысяч рублей в год. С них можно вернуть 15 600 рублей. Занятия спортом, кстати, очень могут пригодиться женщинам, ведь Минтруд разрешил дамам таскать тяжести на работе. Новые нормы станут действовать с марта. Старый документ от 1993 года разрешал разовое перемещение до 10 килограммов не чаще двух раз в час. А если необходимо что-либо перемещать в течение всего рабочего дня, то каждый груз не может весить больше 7 килограммов. С поверхности можно поднимать не более 350 килограммов, а с пола – 175. И нести такую тяжесть можно только на расстоянии 5 метров. Новый норматив оставляет тот же вес, а вот расстояние уже не ограничивает. Официальный курс доллара – 73 рубля и 97 копеек, евро – 83 рубля и 84 копейки, нефть марки Brent – 72 доллара и 43 цента за баррель. На этом пока все. Оставайтесь с нами и будьте в курсе. В фокусе, внимание, не точечная реставрация, а создание единого комплекса памятников архитектуры. В Самаре завершен первый этап реставрации клуба Дзержинского. Далее по плану привести в порядок и полицейское управление на Фрунзе. Депутат Госдумы Александр Хинштейн проверил, в каком состоянии здание сейчас и рассказал о ближайших планах. Как изменится исторический центр уже в 2022 году, расскажет Мария Левина. Это здание на углу Пионерской Степана Разина, построенное в начале 30-х годов, представляет собой яркий пример архитектурного конструктивизма не только в Самаре, но и в целом в стране. Современный облик имеет мало общего с первоначальным, а вчерашнем лоске здесь напоминают разве что остатки старинной лепнины, увидеть которую можно лишь заглянув внутрь. Хоть здание и принадлежит Министерству внутренних дел, его двери всегда были открыты. Сюда приходили не только жители города на Средней Волге, но и приезжие. В этих стенах проводились концерты, спектакли, конкурсы. Здесь же располагался известный джаз-клуб. В джазе не только девушки, но и бравые офицеры. Дзержинка, как прозвали клуб Самарцы в 40-е и 50-е годы, был местом притяжения горожан. Здесь, в этих стенах, давали концерты ведущие джаз-бэнды страны. Здесь же создали первый в истории города музыкальный коллектив, исполняющий музыку в стиле джаз. Первым в городе джаз-бэндом, кстати, стал оркестр НКВД. На одном из музыкальных фестивалей клуб Дзержинского назвали роддомом самарского джаза. Жемчужиной клуба был огромный актовый зал, который вмещал 900 зрителей. А на всех шести этажах располагались клубные кабинеты. Реставрация здания запланирована в несколько этапов. Первый уже почти завершен. Отремонтирована кровля. Сразу после проведут торги и начнут реставрировать фасад. Чтобы восстановить первоначальный облик здания, над проектом работали историки. После ремонта фасада приступят к реставрационным работам внутри. На ремонт только кровельной части здания направили порядка 19 миллионов рублей. Кровли были сложные. Те кровли, которые над актовым залом, над спортивным залом представляли собой систему ферм, которые огромных размеров. И фактически все работы происходили, необходимо было производить без использования техники. Все на руках. Специфика работ, как правило, это в сохранении подлинного состояния памятника. После реставрационных работ в клуб Дзержинского перенесут в музей истории МВД. Он будет открыт для самарцев. Еще одно здание, которое также находится в ведомстве силовых структур – дом полицейского управления. Сегодня в этих стенах располагается УФМС. С 1917 по 1918 здесь был штаб охраны города. Двухэтажная кирпичная постройка переживает не лучшие времена. Внутри мало что напоминает о богатой истории, разве что чугунная лестница между этажами и печально известный подвал, в котором, по слухам, проходили расстрелы. Строительные нюансы, к сожалению, мы не можем это всецело поддерживать. Здесь нужен профессиональный подход. И этого профессионального подхода ждем от наших коллег. Ремонт внутри предстоит сделать силовикам. А вот фасад, за который больше всего болит душа у градозащитников, будет отреставрирован уже в следующем году на федеральные средства. Мы стараемся всегда восстанавливать тот первоначальный облик, который был у этого здания. Появление каждого нового реставрированного объекта, к которому возвращена была красота, это еще одна точка притяжения. Это еще одно место силы, рядом с которым люди совершенно по-другому начинают себя чувствовать и ощущать. Один из ярких городских объектов, который планируют отреставрировать, самый загадочный особняк Самары – дом Неронова. Он находится чуть ниже клуба Дзержинского. Но для привлечения федерального финансирования и старта реставрационных работ там, нужно решить вопрос с собственностью на участок. В планах парламентария – реставрировать здание не по одному, а комплексно, чтобы новый облик приобретал весь микрорайон. Мария Левина, Максим Гусев, События. Бесплатный доступ к социально значимым интернет-ресурсам, блокировка мошеннических сайтов во внесудебном порядке и уголовная ответственность за отсутствие маркировки на товарах. Эти и другие нововведения вступают в силу в первый день зимы. Новые законы с экспертами обсудила Светлана Кудрявцева. Упростить жизнь граждан и обезопасить. Законы, которые вступают в силу в декабре, будут регулировать в основном рынок электронных услуг. Например, закон о защите граждан от онлайн-мошенников. Сайты нелегальных кредитных организаций, финансовых пирамид и фишинговых ресурсов могут блокироваться по инициативе Центробанка во внесудебном порядке в течение нескольких дней, рассказывают эксперты. Сейчас много мошенничества в этой сфере и легко создать сайт, похожий на сайт какого-нибудь органа, может быть даже на сайт госуслуг, где просить людей вводить важные персональные данные, в том числе платежных документов по картам и что-то. Вернуть нелегко, потому что когда происходят платежи через сайт, как правило, это не находится даже на территории России. То есть деньги могут уходить в другую точку мира и понять, в какую именно требуется очень много ресурсов. С начала декабря операторы связи обязаны предоставлять гражданам бесплатный доступ к так называемым социально значимым сайтам. В утвержденном перечне их 371 госуслуги, порталы госорганов, банков, даже некоторые соцсети. Они должны быть доступны пользователям даже при нулевом балансе. Интернет-провайдеры будут обязаны обеспечить доступ, независимо от того, есть ли у человека деньги в настоящий момент или нет этих денег. Мне кажется, тоже такая полезная функция, ну и легко осуществляемая. Хотя в качестве ремарки отмечу, что интернет-провайдеры, когда вводили этот закон, выдвигали свои возражения по поводу того, уместно это или неуместно. С этого месяца мобильные операторы начнут блокировать серые корпоративные сим-карты. Компании обязаны вносить данные о физлицах, на которых зарегистрирован корпоративный номер в единую систему идентификации портала госуслуг. Если этого нет, номер заблокирует. Это поможет бороться с телефонными мошенниками. С декабря на сайтах по поиску жилья, недвижимости и других товаров и услуг можно будет совершать юридически значимые действия. Учетная запись госуслуг подключается вот к этим ресурсам, которые всем известны. И удобно можно будет работу находить, договор трудовой заключить, обычный договор заключить. И прелесть этого в том, что получается две стороны сделки. Во-первых, мошенничество исключается, поскольку ты знаешь, что на той стороне проверенный пользователь, который на госуслугах проверен, имеет учетную запись. И ты как проверенный пользователь. Теперь не нужно ехать в ЗАГС по месту проживания, чтобы расторгнуть брак или зарегистрировать ребенка. Это можно сделать в любом ближайшем учреждении. Например, расторжение брака возможно только в том ЗАГСе, где брак регистрировался, либо где живет заявитель. Сейчас это можно сделать в другом ЗАГСе. Если ты переехал в другой город, тебе не нужно возвращаться в тот город, где вы регистрировали брак, и ты можешь подать заявление там. С рождением ребенка то же самое. С 1 декабря вводится обязательная маркировка для скоропортящейся молочной продукции и минеральной бутилированной воды. А за подделку маркировки появляются уголовные наказания о лишении свободы до трех лет со штрафом до 80 тысяч рублей. За продажу таких товаров штраф до 400 тысяч рублей. Светлана Кудрявцева, Максим Гусев, События. Сенсорные телефоны и компьютеры, тактильные трости, устройство для прослушивания говорящей книги и психологическая помощь. Все это бесплатно для жителей региона предоставляют в реабилитационном центре «Самарский». За год он обслуживает порядка 300 инвалидов. Но живого общения ничто не заменит. Поэтому лучшими друзьями для слепых по-прежнему остаются собаки-поводыри. Что они умеют, расскажем в нашем сюжете. Если собака – друг человека, то пес по кличке Старк – друг в квадрате. Это поводырь, с которым можно смело гулять по городу. Старк знает несколько маршрутов и способен отвезти хозяина и на почту, и в магазин, и в аптеку. А собака-проводника, правильнее сказать собака-проводника, когда незрячий его получает, он изучает с ней маршруты. И то есть по изучению маршрутов собака уже начинает водить по этим маршрутам сама. То есть каждый маршрут имеет какое-то название. Например, ты выходишь, уже говоришь «магнит вперед». То есть к магниту он тебя и приводит. По пути пес останавливается перед ступеньками, чтобы его спутник мог нащупать тростью дорогу. И обходит препятствия и лужи. С таким напарником путь будет быстрым и безопасным. Но время диктует новые правила и дает дополнительные возможности. В Центре реабилитации для инвалидов Самарский, потерявшим зрение, предоставляют современные средства реабилитации и гаджеты. К примеру, сенсорный телефон с приложением, которое помогает определить номинал купюр. И с онлайн-приложением для слепых – Тинтолк, в котором они общаются и проводят мероприятия. Телефон, по сути дела, заменил многие ранее выдаваемые средства реабилитации. Современный телефон позволяет и полностью пользоваться теми же самыми функциями, что и обычные зрячие пользователи. Позволяет оказаться инвалиду по зрению более мобильным. Есть специальные приложения для навигации, которые озвучивают маршрут и помогают сориентироваться на местности. В регионе Центр работы из 2006 года. Там обучают слепых ориентированию в пространстве, пользованию техническими средствами реабилитации, и компьютерами, и сенсорными смартфонами, а также как управляться с тактильной тростью. Оказывают психологическую помощь как индивидуально, так и в группах. Все это, как и средства реабилитации, предоставляется жителям региона бесплатно в рамках программы реабилитации инвалидов по зрению. Нас поддерживает Министерство социально-демографической и семейной политики Самарской области. Мы с ними тесно сотрудничаем. Они нам очень хорошо помогают в целях приобретения оборудования нового, которое регулярно закупается и регулярно обновляется. В этом году в центре были оборудованы рабочие места для слепых, закуплены сенсорные смартфоны, электронный видеоувеличитель, устройство для прослушивания говорящей книги, оборудована комната социально-бытовой адаптацией, где незрячий может освоить навыки независимого проживания в быту, тактильные трости для обучения. В этом центре в год около 300 инвалидов по зрению получают бесплатные реабилитационные услуги. Всего в области работают 18 государственных учреждений, оказывающих социальные услуги для инвалидов всех категорий, направленные на улучшение качества жизни людей с ограниченными возможностями. В этом году их помощью воспользовались около 9 тысяч граждан. Виктория Шарая, События. В Самаре стартовала традиционная предновогодняя акция «Елка чудес». Первые 50 детских желаний уже украсили зеленую красавицу в промышленном районе. Исполнять их будут депутаты, но к акции также могут присоединиться все неравнодушные самарцы. Подробнее об этом в нашем следующем сюжете. Маленький Денис любит путешествовать, и потому в подарок себе попросил чемодан. Дорогой Дедушка Мороз, подари мне, пожалуйста, детский чемодан на колесах. Первая в этом году «Елка чудес» открылась сегодня в промышленном районе. Это традиционная для Самары предновогодняя акция, когда дети с инвалидностью доверяют свои желания открыткам, которые вешают на елку. А депутаты их исполняют. Мы вообще все хотим верить в чудеса, верить в добро, а ребенок это всегда, он чуть больше в это верит, и он всегда, наверное, искренний. И поэтому наши партнеры, которые обращаются, которые исполняют эти желания, они выступают, ну, некими, наверное, помощниками Дедушки Мороза. Подарки абсолютно разные. Это могут быть какие-то игрушки, какие-то тетрисы, может быть, какие-то мягкие игрушки. Самарцы тоже могут прийти, если захотят, и взять открытку с елки, и также выполнить желание. На сегодняшний день уже 50 юных жителей района ждут своих подарков. Мария Левина, Максим Гусев, События. Один из лидеров футбольного клуба «Крылья Советов» остается в составе. Антон Зиньковский продлил контракт с командой до 2023 года. Самарские дзюдоисты выиграли бронзу чемпионата Европы, а хоккеисты ЦСК ВВС продолжают серию поражений в ВХЛ. Обо всем подробнее в нашей рубрике «Новости спорта». Полузащитник «Крыльев Советов» Антон Зиньковский, контракт которого истекал в конце текущего года, продлил соглашение с клубом на два года. «Хочу сказать спасибо болельщикам, которые всегда меня поддерживают, руководству клуба и тренерскому штабу за то, что они в меня верят. Постараюсь оправдать это доверие», — сказал Антон Зиньковский. Антон перешел в «Крылья» в январе 2019 года. За это время в клубе он провел 103 матча, забил 14 голов и отдал 25 голевых передач. Хоккеисты ЦСК ВВС накануне в чемпионате ВХЛ играли на выезде против пермского «Молота». Соперники встречались совсем недавно в Самаре. Тогда летчики потерпели одно из самых крупных домашних поражений за свою новейшую историю — 0-10. Та игра получилась кошмарной для волжан. Ответный матч снова стал разгромным. Хозяева забили уже на первой минуте, а до конца периода — еще четырежды. Самарцы в ответ лишь два раза попали в створ ворот. Дальше хоккеисты «Молота» спокойно контролировали ход встречи и смогли еще три раза отличиться. Итоговый счет — 0-8. Летчики остаются на последнем месте в турнирной таблице. В Уфе прошел командный чемпионат Европы под зюдо. В составе сборной России весовой категорией до 57 килограммов выступили две самарские спортсменки — Анастасия Конкина и Дарья Курбан-Мамадова. Россияне выиграли бронзовые медали, одолев во встречу за третье место представителей Беларуси со счетом 4-0. На первом месте сборная Грузии, победившая в финале соперников из Нидерландов. На этом наш выпуск подошел к концу. Продолжайте читать наши новости на официальном сайте Самары ГИС, в телеграм-канале и на страницах в социальных сетях. Всего вам доброго и до встречи! Субтитры создавал DimaTorzok